Приветствую! Добрый день! Уважаемый Игорь Тихонович! Что-то у вас, подождите, не проявилось маленько еще. Да, проявится. Как здоровья! Слава Христу! Да, Богу слава! Все понятно. У меня такой вопрос кругозорный, я так сказать. Вы видели передачу про Ника Вучича? Нет, наверное, не видел. Ник Вучич, вот который без ног, без рук-то. А, без рук, без ног? Да, Ник Вучич. Это Ник Вучич? Да, да. Конечно. Ну вот, я вот просто давно изучаю эту тему. Ну, я это и медицину изучаю, ну, любую тему там, историческую всякую, эту тему тоже. Вот. Почему люди рождаются, допустим, с такими вот повреждениями, сражениями, дауны, туда-туда-туда. Ну, разные, разные рождаются. Вот. И хотел спросить ваш взгляд на эту тему. Ученики, когда увидели себя порожденного, задали Христу этот вопрос. Он или родители. Ответ был, не он и не родители. Да, я-то... И говорят, это для славы Божией, чтобы на нем были явлены дела Божии. Это одна причина. Вторая, грех родителей. Если родители сифилитичные, ребенок такой же рождается. Лучше никак не судить. Довериться Богу. Не, я тут... Главное, я, в общем, никого не осужу. Я просто, как бы сказать, изучаю эту тему. Вот почему люди раком болеют. Понимаете? Ну, разные болезни. Почему раком болеют? Ну, такие болезни. Вот я изучаю, может ли рак вылечить. Ну, все такие темы. Я знаю, что любая болезнь лечится. Любая болезнь. Нет болезни, чтобы она была не исцелена. Вся болезнь лечится. Нет вопросов. Ясно, конечно, если про условия глаза нет, руки нету, тут уже понятно, да. А вот болезни-то лечатся разные. Вот. Тут я понимаю, что есть какие-то грехи, это понятно там. Или во славу Божию все. А если, допустим, я вот, ну, как бы сказать, то, что меня окружает, да, я смотрю людей. Знаю их, допустим, ну, до первого, второго колено родословия. А у них, ба-бах, такие проблемы. И вот я все это дело изучаю, смотрю, ну и почему. Не пьют, не курят. Родителей тоже не было такое. А раз или даун, допустим, рождается или еще что-то. Вот здесь вот как понять. Когда от кипида видишь, что это дело, то понятно, да. А здесь вот так рождается. И, в принципе, человек падает, верующий человек падает низко, то есть он как бы вот так. И вот хочется его поднять, сказать, почему все прочее, что его причины тут нету. Ну да. Если он в утробе матери был, говорит, кто виноват? Он и он. Как он мог быть виноват? Да, да. И вот я как бы вот это дело давно изучаю, как помочь людям и помочь семье тоже. Ну, понимаете, тут нужно еще смотреть, как нам говорится в Святой Библии. Бог знает будущее и уже показывает, какой он будет косматой. Вот Исаав только родился. Он уже возлюбил. А Господь говорит, Иякова возлюбил, а Исаава возненавидел еще в утробе. Нам как-то непонятно. Так это несправедливо. А вот за эти слова ты ответишь. Это справедливо. Понятно. Вот. Ну вот я вот, допустим, вот так, но я не только проник, проник, нет. Я так вот, то, как он стоит на виду, везде ездит, проповедует, как бы сказать. Вот. И поэтому я его спросил. А так-то я знаю, что люди рождаются стопа, стопа самая-то лошадиная, губа зайчая, или, допустим, спина, рождается ребенок, а спина у него уже покрыта, как у чарипахи, вот эта штуковина. То есть меня интересует много чего. Вот. И я это дело начинаю, ну, изучать причину. Вот. И как бы, вот, и ваше видение тоже, вот, я знаю, что вы много читаете, много изучаете, думаю, что эту тему, наверное, вы тоже чуть-чуть чем-нибудь проходили. Тут много совершенно никому не понятным. Вот есть такой фильм, «Я легенда». Не видели? А запишите, посмотрите, «Я-легенда». Я понял, понял, понял. «Я-легенда». Там раковые болезни лечили, и они нашли способ 100% излечения. Но пока за через три года пустой Нью-Йорк. Вымерла вся земля, вырос, вырвался на свободу, и капельным путем, воздушным распространяется. И люди, которые заражаются, они превращаются в манкуртов. Они боятся света, и по ночам выходят пожирать людей. Фильм заказной, я считаю, еврейский. Понятно. Понятно. Вот посмотрите просто. Я понял, я на эту тему-то много смотрел, ну, это посмотрю про себя. Вот, я как, допустим, ну, у меня мало, допустим, этот, опытного материала. Я, кто вокруг меня близко, допустим, вот я тех изучаю. То есть, какие-то проблемы, я спрашиваю, родословие туда-туда смотрю, и потом уже как бы, ну, и плюс еще историю. И вот как бы меня вот эта тема чуть-чуть волнует. Раковые болезни. У меня много вот, вокруг меня умирают от рака. Я стараюсь помочь. Помочь не только телесно, но главное духовно. Да, главное. Вот. Я, допустим, позапрошлым году, у меня один приятель был, у него рак. Вот. А я жил в лесу, в палатке. У меня там ничего такого было. Я уже тоже не ем мясо, не пью молоко, а это я уже тоже отказался. У меня как бы в голову пришло, сначала в голову пришло, через разум, а потом я это дело как бы сказал понял, что это дело. Почему я и мясо не ем, и молоко не пью, и все такое прочее. Ни сметану не ем, ни масло, и все прочее. Вот. И он, болезнь у него. Я говорю, давай, поехали ко мне. Приехал он домой, он весь убитый горем такой. Ну, понятно, раз у него такая болезнь, это надо... Я говорю, поехали ко мне, но у меня, ну я это пошутил. Я говорю, ну у меня там палатки, туалет, там все, готовили только так. Он говорит, поеду. Я говорю, ну одевайся, поехали. И вот мы, я его привез, он у меня неделю пожил, но я ему сказал, вот то-то, то-то делать, тоже в канат. И ты, говорю, встанешь, если вот ты будешь это делать, ты будешь болеть. Вот встанешь. Он у меня неделю где-то прожил, бегать начал уже по лесу, слушай, говорит, Олег, мне так, знаешь, уже радостно, хорошо так, ну чувствуется он уже это, у него глаза сиять стали. Он видя, не только что, а увидишь у меня. Вот. То я тоже, у меня не 30 лет, в принципе, а я там бревна таскаю там, вот такие здоровые там, брусья туда все прочее, как сказать. Я там, ну строительством все работаю. Вот. И он это, и наши, ну я ему по писанию все рассказываю и прочее. И он у вас креп все туда, и я ему сказал, что кушать надо, исключить. Он у меня неделю прожил, я вижу что-то. Потом домой, я ему сказал, ты вот это делай. Вот. А дальше будем видеть, как у тебя будет ситуация, и мы с тобой будем прослеживать. Ну понимаешь, что вот как сказать, свою голову на другое тело это не поставишь. Правильно? Ну он домой приехал, ну и все, опять встал, это, свои рельсы, ну еще где-то там, месяца восемь, прижался, ну и умер. Вот. А я как бы знаю эту тему, дружеча, у меня отец умер от рака, рано-рано. Вот. И эту тему, как бы вот, разные болезни, разные болезни. Потому что, есть болезни по плоти, есть болезни по духу, как ее, духовные. Вот надо их различать. Вот. Но в массе своей болезни, 90 может процентов и больше, это болезни духовные. Вот. Я хотел с вами на это, вот как, допустим, человек рождается, у него зайчик, губа, допустим, или лошадиная стопа, как у этого было, или у ежова, или у ягоды было, вот такое. То есть, тоже какой-то признак такой. Это, это признак уже выходит такой. То есть, какая-то гена туда вошла. То есть, не человеческая, а какое-то животное. Вот что меня дело интересует. У меня товарищ, устраивается на работу, а работал бульдозеристом, на тяжелом американском бульдозере. Может пришел давление, пришел ко мне сразу и говорит, что бы мне такое поисто, чтобы у меня давления-то не было. Я говорю, ты, Саша, ничего не ешь три дня. Не ешь и не пей. Он так и сделал. Через три дня пошел, давление нормальное. Все правильно. Я с вами, я с вами согласен. Есть такой ролик, Леонов артист, он лежит в больнице. Ну и всем рассказывает, как лечиться. А вот у нас был профессор, больной, так он вот так делал. Вот с трехзвездочной там, берет, и там с Кипидару сколько там, три чесноковки, и опять. И все это рассказывает, про выпивку, а лежит-то с этим. А в это время сестра медицинская заходит, он сразу с них, и мне тоже валидольщику дай. Лекарь всех лечил. А вот говорите, всякая болезнь лечится. А вот проказы-то по сегодняшний день редко вылечивают. Хорошо. А в Ветхом Забете лечилось? Я хотел закончить. А вот японский один лекарь, медсуда, христианин, он нашел такое средство. Я что и говорю? Я про что говорю? Что нету незначим болезни. Ну и нету. Просто надо знать, как сказать, корень. Если корень знаешь, ты сам, то есть, все. Корень не знаешь. Примочки, это бесполезно, как мертвого припарха. Вот. Я допустим, меня что удивило, когда читал книгу против лже-знаний Ириней Сеонский, да, или как правильно? Леонский, Леон. Леон. Да, Леонский. Меня там что поразило, что люди, живя в таких условиях, они жили до 100-120 лет. Интересно? Конечно. Да. А тут как будто все есть, и вода, и помоется, и дождь туда, они там и не мылись, так часто туда-сюда, и смотри, как они долго жили. То есть, выходишь такая, что причина-то долголетия не в этом, что, допустим, ты кушаешь, а именно духовная часть. Ян Златоуст, когда был сослан в ссылку, он писал своей близкой очень сестре о Олимпиаде. Я читал. Она высылала, это третий том творения Яна Златоуста. Да, да. Лучшие лекарства и лучших лекарей. А вот в Библии написано, царь Аса заболел ногами. Ну, сегодня можно подумать, что там у него, подагра была или что-то. Но, но взыскал, говорит, врачей, запятая, а не Господа. Видите как? Врачи. Вот это, потому что там же есть, не помню у кого, то ли у Сираха, то ли кто, что Бог, как, ну, боящихся Бога, лечит сам. А если грешника, но дает в руки врача. Согрешающий да впадет в руки врача. Иной раз, говорит, и в их руках бывает успех, ибо они молятся Господу. А сегодня не молятся. Я слышал от древности еще, у врача три лекарства. Это травы, скальпель и слово. Сегодня все уперло в скальпель. Слово сказать утешительное не могут, поднять настроение не могут. Я лежал в больнице, у меня операция на позвоночнике была, у меня три грыжи, я всю жизнь на стройке, и неуемно работала, значит. Ну, и заходит медсестра и говорит, ну что, вот сколько лежите, никакого улучшения нет. Вот только один человек на меня показывает. А у меня операцию сделали. И я взял, такая там коляска вокруг, как в нее становишься, чтобы ходить-то это, не напрягаться-то. А врач идет, говорит, ты эту бричку зачем надел-то? Брось. А мне уже там разные корсеты шили, не надо, говорит, этого. У нас есть тренажерный зал. И меня туда уволокли. Я уже, дня через три, уже начал ходить. А которые до меня еще операцию сделали, они так на карачках и стоят. Стоять только так вот, на четвереньках можно. К слову сказать, у меня, у отца не было вот так руки. И он никакими лекарствами не пользовался. Ну вот маленько, что-то там приболел, а он инвалид войны, второй группы. Ему там льгота. Но когда дали все с собой, он интересно, неграмотный. Но пастух, здоровье хорошее. Он дома начал, когда разворачивать-то, лекарство. Какое же это лекарство? Шиповник. Он позже сказал, а сейчас какой месяц? Он говорит, февраль. А где ты его возьмешь? Нету. И вот отец берет, которые дали ему там на месяц, он все их сыпал в одно, это белое. Сразу все выпил, а это черное, как порох, это сразу отмел в сторону. Никогда не болел, никогда. Но пьяный упал, и у него одна рука, и лежал, и мы не знали, у него вот этот палец отмерз. И он лежал на печке, там стонал, и он у него отболел, оттуда какая-то как земля выпала, и все. Так мать сколько раз упрекала, вот подойдет русская печь, тут жар идет, а он никогда не боялся мороза, 40 градусов, у него уши подняты у шапки. А тут подойдет, руку-то сует, одну руку. Мать, ни в голове, ни сзади, ничего не осталось, а руку-то попорчет. А сестренка моя Татьяна его увидела, он там упал и стоит. А другая сестра говорит, я видела тядька, то упал там в пригоне, то стоит на четвереньках, она говорит, не на четвереньках, а на треньках. У него три, три. В четвереньках-то четыре, а у него одна на треньках. Даже вот из такого можно носить что-то веселое. Ну да, да. Вот я как бы сказал. У меня вот еще одна такая группа. Почему люди рождаются вот с этими, допустим, нога, то есть стопа, лошадины и прочее прочее. А вот это-то откуда появляется? Нужно сказать, закрытое принадлежит Богу. Не надо гадать. Вы оставьте этот вопрос. Я не гадаю. Нет, нет, не надо. Даже его не ставить не надо. Нет. Вот какой он есть, такого и принять. Нет. Какой он есть, я принимаю как есть. Нет, вопросов нет. Нет, а причины никто не знает. То есть я слышал такое, статистика может быть неверная. Будто бы в Германии, когда Гитлер пришел, это я, живые немцы, свидетели, стоят и разговаривают. Вот специальная была комиссия, там собирали людей, которые умственно такие вот, совершенно неисправимые, и их проверяли. Если он никуда не годен, его изымали из семьи, дальше его сжигали, а пепел давали там, куда хочешь, давай. И будто бы их было таких семьдесят четыре, что ли, тысячи. Набрали. Это вообще большое число. Он, очистить нацию. Но как только война закончилась, Германия опять семьдесят четыре идиота, и все закончилось. Это крест нации. Его надо нести. Это я тоже, как бы, знаю так же. Вот, ну, это, но на подобии были, было и в Америке, тоже так же было, у них такая же была, очистка нации, у них там были, они так же, чтобы не было родов, они выбирали, там стерилизацию делали. В Америке так же было. То же самое происходило. Это, как обычно, люди больные, по духу там ничего не делали. Это проблема нации, как вы сказали правильно. Здесь с вами я вполне согласен. Я не только, я ведь еще изучал, ну, что можно доступно, разные документы, ну, которые вот можно почитать. Вот, допустим, у нас в советское время в Крыму проводили опыты, сращивали наши обезьяны. Ну, это было так. Правда, не правда? Ну, я, допустим, думаю, что правда, потому что люди все могут делать ради того, как сказать. И все может быть. Я считал, не надо рассказывать, это неправда. Потому что совершенно другая ДНК, и оно не прививается. А то все же курицу, курицу, допустим, с хомяком. Можно все менять, но ничего не получится. И у обезьяны человека совершенно разное. Никакого отношения не имеешь. Она похожа немножко, это ничего не говорит. Слона с мухой нельзя скрещивать. В Гибрии было, там, вот, какая, на одном не пахать. В книге Левицы это указано. А вот лошадь, лошадь и осел, они близкие. И вот их скрещивают, допустим, осел заскочил на кобылу. Получится что? Лошадь, лошадь. Так. Лошадь. А если на этот, наоборот? Что жеребец на ослице? Два лошака. Понимаете, название дается разное. Но то и другое не дает потомство. Но они очень стильные лошаки. Все согласен. Это запрещается. В Библии они называются так. Вот. Ну вот, как сказать. Вот, я, ну, как бы сказать, почему так. Ну, люблю я изучать разные темы. Разные. Вот. Не только медицину, там, и психологию. И вот, разные. А вы не читали Климова? Климова? Да. Считал, конечно. А он, когда там потомство всех, которых подряд уничтожать, чтобы вырезать корень этот. Я знаю. Так вот, интересно. Я когда благовествую, иду по домам. И бабушка другая лежит. Баба, чё ты лежишь? День жаркий. Да я не домогаю. А где дети? Дочка вышла замуж, уехала. Сын повесился, запился. Так чё ж ты лежишь? А ты знаешь, где наш президент? А где он? Я говорю, в Японии полетел. Надо, чтобы иного покушения не было, как на царя Николаю в Японии-то. Да, да. Давай молиться. Ты знаешь, кто у вас представитель сельсовета? Знаешь? Ты знаешь, что война перед дверях уже стоит. Ну чё ж ты лежишь-то? Ну а когда соберутся, эти бабки-то всё-то, дом культуры клуба-то. Ну я им немножко про это скажу. Ну нельзя так. Прямо поддаётесь, ложитесь и... Ну разве это можно? Я говорю, я не болею. Как не болеют? Я говорю, ещё ни одной таблетки не съел. А почему? Потому что я хороший врач. Понимаешь? Хотите, я вас научу, как лечить себя? Как? Не. Буква НЕ. Не пей. Не кури. Не злись. Не завидуй. Не ревнуй. Понимаешь? У тебя получится. Ну бабки мои маленько ободряются. Я люблю математику и говорю, есть пять Б. Глухонемые вот так показывают. По старой бречке. Сказать букву Б. Без которых никто не спасётся. Никто. Первое Б. Загибайте. Бог. Библия. Благословение. Благовестие. Будущее. Вот это ты будешь знать. Считай, что у тебя всё с тобой будет. Да, согласен, согласен. Вот пять Б, без которых человеку нельзя спастись. Я много судился, когда меня освободили, стал судиться, то видел несправедливость судей. Но у меня пересуд возвращал назад, и я в конце выигрывал. И вот я в конце выиграл такое, что судьёй может быть только верующий. Независимо. Католик, православный, мусульманин. Но тот, кто верит, что будет возмезден на суде Божьем. Безбожьих не может быть судьёй. Безбожьих, вот я атеист, его даже в свидетели не берут. Вот законы какие есть у южных народов. А какой из него свидетель, когда он не верит в возмездие? Тогда он что угодно может сделать. Так и верит. И лечить надо тех, которые что-то знают. Вот идёшь по кровообольнице, и там надпись вверху висит. Курение и лечение несовместимы. Вот. Был такой профессор Витебский. Тоже из Кургана, как вот этот Костник. Вот. И он специально поставил, чтобы за два часа до сна ближе не было еда. Потому что человек, когда лежит, у него обратно пища поступает, там клапаны эти пережигают, ещё по-своему я скажу. И у него ассистент такая же, потом распространилась по всему миру. Я это вёл у нас в лагере, дома. Минимум два часа должно быть, пока ты проглотил. Это очень важно для желудочной болезни. Для желудка работы это становится проще. А желудок надо беречь. Беречь как? Ну, какие-то... Да. Он, как говорится, желудок жизнь. Жизнь. Да. Жизнь. Если у там... Все болезни-то идут от желудка. Да. Люди таблетку почки чистят, печень. А я говорю, бесполезно. Вы печень почистили, почки почистили, и что и что. А грязь-то осталась, и в желудке она снова пошла. Не надо жрать мяса много. И вообще не надо. Колбасу. А то у них так выходит. Первое. Первое. Мясо. Второе. Мясо. Третье. Булочки с мясом. Компот тоже мясо. И каждый день. Третье. А вот тут обляшки-то и нарастают. Во-во-во-во-во-во. Ну я вот так просто отказался от мяса. Как-то в ум пришел. В ум просто. То есть еще ничего. А потом когда начал эту тему изучать, думаю, я правильно сделал. То есть как-то вот Господь дал, а я начал изучать. Потом правильно сделал. То есть есть мясо, не есть мясо, греха нету. Греха нету. Ешь. Хочешь есть. Проблем нет. Но только что надо правильно ешь и сколько есть. Вот и все. А ведь так, что блин. Как у меня мама, когда еще была, жила, приехала и говорит, ну надо же блин. Вы что-то каждый день мясо едите. Это как так можно? У нее удивление, что мы каждый день мясо едим. Это же блин, это куда? Это вообще непостижимо. А мы что? Люди виноваты в чем? Делают одни знания. То есть не то, что они плохие. Одни знания. Делают одни знания. Вот. В основном. Но есть, которые знают и делают. Это понятно. Это уже очень больные люди. По голове. По голове. По голове. Нужно людей учить болеть и умирать правильно. Я согласен. Это очень важная наука. Очень. Это не наказание надо рассматривать, а как милость Божия. Что ты имеешь возможность покаяться, сделать завещание, приготовиться к встрече с Господом. Это непостыдная, о чем мы молимся всегда, непостыдная кончина. А человек... Ну, я допустим, постоянно им, если что-то, как его беседу, говорю, да помрем. Ну, я часто говорю о смерти. Все боятся. Да ты что опять смерть? Я говорю, как о смерти? О смерти надо думать каждый день, каждый час. Знаешь, что ты умрешь. Не сегодня, а завтра. Почему, если ты будешь думать, что о смерти умрешь, тогда ты будешь осторожничать. Да. А если ты говоришь, а я потом, а не потом, утром взял и не встал. Поэтому о смерти надо думать каждый день. Каждый день. Знаешь, что ты смертный. А люди боятся почему? Вы правильно сказали. Научать надо помирать. Да. А люди боятся смерти. А почему боятся? Грехи. Боятся от чего? От грехов. Душа боятся. Я как... Люди вот бывают там, в страхе. Вот. Я им говорю, вот смотри, ты как будто спокоен. У тебя все деньги есть, там, все у тебя... Получно. Видимо, да? А у тебя страх. Почему говорю? Потому что душа знает, куда она идет. Вот она дрожит. Душа знает, куда она идет. Она беспокоится. А ты-то сам не беспокойся, что душа беспокоится. Ты прислушаешься и говорю, почему он тебя боится? Вот так вот. Вот спрашивают иногда, что лучше быть, пессимистом или оптимистом? Я говорю, конечно, пессимистом. Если я настраиваюсь на то, что могу сегодня умереть, а я не умер, я вечером благодарственную молитву Богу высылаю. Вот я боялся, вот там-то был на опасной зоне. Ну, я работал, где гробовые платили. Мы очищали дно, там, где заминировано в проходе, в канале. А не взорвались. Так вот. А оптимисты, у него розовые очки. Он все, у него нормально. Церковь восхитится. Мы здесь страдать не будем. А Господь говорит, ради избранных дней сократятся. Надо быть пессимистом. И он придет, говорит, будет вести борьбу со святыми и победит. Это единственная религия в мире, которая говорит о своем поражении. Христианство. Ничего. Когда полное число войдет в мужчин, Господь явится. То есть надо во всем, что Бог нам сказал, увидеть благо, добро. Вот говорят, а какой у вас порядок? Ну, в первую очередь надо рано вставать. Я знаю. Рано. Поклоны, чтоб были. Американец какой-то исследовал, обратившийся в православие. И вот земной поклон, когда руки на пол положишь, колени коснулся и головой. Все до одного сустава в человеке двигаются. Все. Вот важно-то как. А земных поклонов сейчас пост, кроме субботы и воскресенья. Пожалуйста, делай. Утром у нас всегда святая вода проспорка. А сегодня, говорят, какая там энергетика исследует. Это за кадром. После этого у нас морковка тертая. Я за компьютером за 9 лет провел больше 30 тысяч часов. Ну, я смотрю, что у вас еще... Это вообще... Я должен без глаз был остаться. А я вижу, где вы, вон, на диване. Ну. Ну, а дальше... Дальше у нас пища вся растительная. Вот и все. Все правильно. Я также людям говорю, да нет, там в мясе белок, там, это самое, железо. А я говорю, все понятно. Вот стоит корова. У нее где-то сбоку там кусок железа, то есть магния. Ну, да. Короче, кушай это. Короче, кушай травку. Так ты вот подумай головой, откуда там травка-то. Есть такой журнал международный, его от ЮНЕСКО выпускают, называется «Здоровье мира». И там написано, считается, что без мясной пищи человек не проживет, белков не хватает. А другая графа в действительности называет целые страны, где вообще мясо не употребляют. Вообще. И люди нормально живут. Это все опровергается самой жизнью. Да, да, я согласен. Я себя вот беру, когда я... Они говорят, я вот смотри, я мясо не ем, молоко не пью, сметану, ну все вот это все, да. Ведь я себя плохо не чувствовал. Если бы себя плохо чувствовал, я бы начал. А я вот проверил, я себя еще хорошо чувствую. На ночь ложка меда, настоящего, с пасеки, в теплой воде. Сон прекрасный. Вечером... Да вообще вообще никогда не надо из себя выходить-то. Хороший разговор, посчитали слово Божие. Ложимся, помолились, простились друг у друга. Все, спокойно на душе. Мы молимся всегда, Господи, благослови охраняющих порядок. Это полиция, милиция и пожарников. Им так трудно. Сохрани их, Господи. Молимся обо всех. А другие увидели. Вас, говорит, ничем не проймешь, говорит. Молитесь и за Путина, и за Обаму, и за Порошенко, и за этого Тарпагана. Потому что в Писании сказано, первое, молитесь о ком? О начальника. А потом уже в кране о себе. А мы, как обычно, сначала о себе, любимым. А начальники-то ладно, блин, потом... Говорит, вначале молись за врагов. Да. Потому что, когда будешь молиться о другом, а враг-то еще не коснулся, он может тебя и задеть. А мы сначала молимся, Господи, невмени ему, отобрати его, наставь. И разрушь его замыслы худые. Дай ему добрые мысли. О врагах молиться надо. И в первую очередь при том. Это охрана твоя. Это охрана твоя. Да. У меня такое было в жизни. Мы тоже ездили, раздавали библии и все прочее. Такое там. Вот. И в одной деревне было такое. Наши, ну там пьяные ребята, как его, подошли и начали там что-то выступать. А я в машине был. Я сказал, ну там что-то на нашего брата пришли, что-то там руку поднимают. Ну, начали как бы уже там приставать. Пьяные. Что вы тут ходите туда? Я, знаешь, поподошел, он что-то выступает. Ну, пьяный. И что-то руку поднимает. Ну, я говорю, вот слушай, вот ты руку подними сейчас. И Бог тебе ее отнимет. Вот, когда руку поднимешь, так она и станется. Он, слушай, так испугался. Все. Говорит, да нет, я тоже крещеный, это же верующий. И сразу тем поменялся все. То страхом, страхом бывает спасение. Я считал про одного проповедника. Он ехал, у него так, в Латвии хутора, там домик два стоят, хутор называется. И он оттуда ехал, луна, ночь. И тут дорожка у него к одному из его прихожан. И он забеспокоился, не знаю, да я недавно их видел, но решил повозку свою повернуть. Доехал, доехал, обошел вокруг дома, спят, все нормально. Но он решил помолиться. Открыл у него там открытый скотный двор. И он зашел и встал и помолился. Господи, я прошу тебя, сохрани этот дом. Я не знаю, почему так душа моя о них беспокоится. И руку злодея останови. Ну, проходит какое-то время, он в тюрьму ходит, там в лагерь. Там год прошел, сколько. И он пришел, стал говорить. И один подошел к нему и говорит, я его знаю. А вы тогда были там-то? Он говорит, да. А вы заходили во двор там, скрытый, где-то для скотины-то? Был. Так я в эту ночь приходил убить хозяев. Я стоял с ножом. Почему я на вас... Я поднял руку вот так, в тени стоял. И когда вы стали молиться, я почувствовал, как холод пошел по руке. И рука у меня высохла. Вот видите, какая, по сегодняшний день. Мы узнаем только в конце жизни, может быть, что делал Господь по нашей молитве. Также вот встречается один и говорит, а вот вы тогда-то были. Я готовился вас убить. Я не убил, знаете, почему? У меня только шесть зарядов в обойме, пистолете. Шесть. А вас шло, говорит, двенадцать. Он говорит, когда это было? Он назвал... Я, говорит, там один шел. Он кому-то тоже ходил и так это, по холмам. Но он узнал, что за него в этот день ночью молились двенадцать человек. У меня было такое. Я работаю на корабле. Только что обратился. И в это время к моим Михаилу Анну Еремееву. Это Латвия, город Венсполс. Приходит один. Он сидел в тюрьме. Латыш, когда-то верующий, путитесь. Сестры, братья. Я, говорит, так беспокоюсь об этом новом братике. А мне двадцать три года. Давайте помолимся. Стали молиться. Я когда вернулся, а меня спрашивают. У вас все там было нормально? Я говорю, а когда тогда-то? Я говорю, нормально, ничего нет. Я дневник веду уже пятьдесят с лишним лет. Дневник-то. Я в дневнике бы записал. Но вот я стал увольняться. И в это время ко мне боссман подошел. И говорит, зайди сюда. Там такая багерская рубка. Я гляжу, у него слезы на глазах. Прости меня, говорит. Вот тогда-то помните, а я учился в высшем мореходном училище. И сидел там, готовил там уроки. А в это время они уже подошли зайти меня убить и сбросить с корабля. А в это время жена капитана Фролова зашла белье развешивать. Белье это сзади рубка такая, из которой в случае аварии там можно брать управление на себя. Я говорю, а за что? Я просто решил убивать верующих. Я говорю, а с чем это связано-то? Бабка была у меня верующая, сам сразу прям так. Ну и что? Ну и она жаловалась отцу, а у него была портупея военная, он офицером был. Он меня страшно порол как. Я сказал, отомщу я верующим. А я-то при чем? Да не при чем. Когда он сказал это, мне показалось, был штиль, корабль закачался. Не знаешь, когда и будет. Я понял, тогда, когда они молились за меня, это как раз этот вечер и был. Поэтому мы должны помнить о всех. Молиться, не сокращать молитву. Потому что и за нас многие молятся, многие. Мы проехали таким путем, путешествие. И только в конце я узнал, сколько за нас молились. Мы во Франции вошли в интернет и видим, в Англии молятся за нас баптисты с ребятишками. И стоят и крестятся, вообще чудо какое. Господи, сохрани Игнатия и команду его, а не на благовестии. Этот ролик стоит у нас в интернете, как они молятся. Вот так. Молитва – это и здоровье, это спокойствие, это доверие Богу. И за свою жалкую жизнешку не будешь цепляться. Почему люди такие лицемерные, подлые? Сохранить себя любыми пятями. Александр Александрович Солженицын говорит в архипелаге ГУЛАГ. Если ты зашел в тюрьму, переступил порог и скажи, я пришел умирать. Сдохла собака. Чего бы они ни говорили, ты ничего не сделаешь. Чего ты грозишь смертью, когда я готов умереть, как вот сейчас эти ИГИЛ. Они говорят, сейчас вынести надо на закон у нас, чтобы проголосовали за смертную казнь террористам. А они смеются, так это то, что нам надо. Они смерть считают входом в рай, по-своему. Ну да. У меня много друзей, у меня много друзей. Сульман, можно сказать, это не так, но раньше, когда я работал, по работе много было. Ну и общался, и с чеченцами у меня друзья были, и как на Сахалине, в Москве, везде. У меня такая работа была, общался. Мы с ними нормально жили, то есть у нас не было никаких проблем. То есть все люди, больные везде есть, в каждой нации. А у меня слово «проблема» запретное слово, я его не употребляю. Ну, я как сказать, понятно, что проблем нету. Ну, проблем как… И решенные вопросы. Да, я тоже с вами согласен. Просто бывает, по привычке она высказывает. Бывает, да. Я просто так сказал. Так это… Я обычно говорю, нет проблем. Как у меня нет? Я говорю, проблем нету. А вот когда умрешь, вот тогда проблема будет. Почему? Она не решается. А то люди говорят так, говорят, ну не умрешь, горя хватишь. А мы говорим, вот умрешь, горя хватишь. Я тоже так же в чем говорю. Вот поэтому, говорю, думайте, там проблема будет. А какая там проблема будет? А я говорю, там потом увидите, какая проблема будет. Там уже ничего не сделаешь, не повернешь. Уже все бесполезно. Это пословица такая, говорит, тише едешь, дальше будешь. А Столыпин говорил так, Столыпин говорил, дальше едешь, тише будешь. Когда тебя сошлют подальше, ты тише будешь, потише. Ты тише будешь. Ну… Поэтому здесь понятно, что тут… Что мы сейчас в мире делаем, геополитика, все прочее, это все в Писании написано. И когда ты сверяешь… И, как говорится, гряди Господи. Ей гряди Господи. И Дух и Невеста говорят гряди. А мы молимся до прицарства Твоего. То есть, мы приближаем Христа. А перед Христом не может быть что-то, ничего. Три с половиной года прокладка с Антихристом. То есть, мы как бы в молитву включаем, пусть скорее придет Антихрист. А перед этим прокладка. Весь мир должен прийти в войны, смятения, к мировой войне. И мы как бы просим, приди война. А перед этим мы должны подготовиться. Вот мы и сошлись, а ни к чему не надо прикладывать сердце. А только к одному, к встрече, к конечному результату. Ну да, ну я как бы так думаю, что одна должна быть цель спасения души. Да. Но это все туда и сходится. Когда я посмотрел... Остальное... Посмотрел фильм, отверженный Викторией Гуго в армии. И у него там, говорит, разве не было другой цели, спасти не жизнь свою, но душу. Вот это меня тронуло. Просмотрел много раз фильм, достал книгу. И отсюда начался у меня очень активный поиск. И он привел к тому, что в руки попала мне уже Евангелие. Ну а дальше... Ну я читал, в принципе, все почти что... И красный, и черный. Я читал все, в принципе. Много я читал. Да я спрошу, книги-то получили? А рано еще. Рано еще, а? Нет. А вы идентификационный номер-то можете заряжать и смотреть, где она идет, посылка. Нет. Я просто вам только вчера деньги перевел. Да я ничего не про деньги, а именно посылку. Вы можете следить за ней. А, то есть... Ну я на карточку вам деньги перевел. Так что вы сегодня, наверное, даже получили. Да. Ну, если не будет через неделю, то вы все-таки справляетесь на почте, чтобы не вернули назад. И бывает иногда у них заковыка такая. Ну, да нет. Я думаю, придет. Бог все видит. Придет. Две фотографии мне пришлете с книгами в руках. Ну, по почте? Нет. Нет. В интернете. А я по почте вы что? Ну, по электронной почте. У меня, когда они накапливаются, я их выставляю. Показать. Ну, вот так. Хорошо. Вообще, жить интересно. Конечно. Жить интересно. Я просто так вот сейчас бывает думаю, ну, ясно, что как, что будет дальше. А мне интересно события, которые идут и сходятся они с писами. Думаешь, вот как там все, думаешь, вот как оно будет. Дальше она сойдется и как это будет. Знаете, спрашивает, какой вам возраст. Возраст определяется твоей востребованностью. Насколько ты нужен. А нужно настолько, как ты себя можешь употребить. Не в уме, а в деле. И поэтому и в старости они говорят сочный, плодовитый и свежий. Ну да, у меня написан лозунг с писания. Это я, когда поднялся, ну три года лежал, когда я поднялся. И думаю, чтобы больше не надо болеть. И в писании, как я взял цитату, написал, я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Да. Да. Вот цель какая. И я всем говорю, когда люди болеют, я говорю, вот что ты болеешь. Да, в аптеку бежать не надо. Ты сначала ляжешь, но вот и болезнь. И размысли все, что дальше. Вот. Подумай, почему. А потом уже, когда найдешь, потом уже или бежать в аптеку, или не надо. И цель, твое выздоровление. Вот ты хочешь жить, говорю. Для чего? Ну, детей туда. Нет, это цель. Тебе Бог жизни не даст. Там еще. Нет, Бог тебе жить не даст. А вот если ты скажешь, Господи, не умру, но буду жить, а для чего? Восвещать дела Твоего Великого Господа. Он говорит, о, тогда ты живи. А так тебе жить не даст. Поэтому, когда подают записки о здравии, пишут всех подряд, и все имена эти произносятся. Это неверно. Здоровье нужно просить только для верующих, которые на дело употребляют. А до этого он болеет, у него сыроз почвы. Пьяница? Пьяница. Курит? Курит. Ну дай ему здоровье. Он только бутылку выпивает. Теперь две будет выпивать. Вот. Про сыроз печени. У меня сыроз печени был. У меня врачи приписали. Осталось жить тебе, Олег, месяц. А я все живу. Сыроз печени. А я не пил. И я вообще не курил. И сыроз печени. Один пришел к врачу и говорит, что-то, говорит, так, недомогаю, не знаю, спать не могу. Он говорит, сколько лет? Ну он говорит, 35. А дед твой сколько жил? Он расспросил его. Так, дед пил, курил? Нет, не курил, не пил. И все разобрал. Ну давай, 12 лет табак отнимает. Отнимаем. Теперь, вот ты пьешь сколько? Он ему прикинул еще лет 20-то. И тебе осталось жить один месяц. Мужик удивился до того. Я говорю, да хочу удивляться. Ты одну папиросу выкурил. А сколько ты выкурил? Протяни ее, у тебя километры пойдут. А сколько ты пил? Ну может целую улицу уже построить было. Так что ты свой ресурс исчерпал. Иди отсюда и не мешайся больше. Меня когда зовут, у меня знакомый врач, что в больнице полечить. А зачем тратить деньги-то? Я свое отжил. Лечите молодых. Ну вот, а я-то не пил и не курил. Ну вот так, как Господь дал вам. Нет. И всего с печени подхватил. Вот что делать. Это опять же, мы не знаем, сегодня бывает отравленная вода. А я знаю. А я знаю. Или через это Господь вас призывает к покаянию. Я потом-то уже все это исследовал. И сейчас могу, когда люди приходят, как больные, я первым долгом смотрю причину болезни. Сегодня лозунг такой у людей, не написанный лозунг. Грешить и не болеть. А это не получается. Тут даже когда и не грешишь, и то болеешь. Да. И ты болеешь. Ну что, все у нас. Давай. Спасибо вам большое. Слава Христу. Дай Бог вам здоровья. И еще много-много лет благословения. Много. Много тоже. Так. Писание. Считайте. Какие непонятные вопросы. Будете считать, когда толкование получите. Что-то у вас будет там, как в жизни. Я жду вас. Хорошо. Спасибо. С Богом. С Богом. 많 próprio, но все очень-очень надеялись для них. Да. Ну пожалуйста. Что-то брать внутри. С Б 尽юgyемные Gom했습니다.